Всем привет! Начинаю свой новый влог с типичной картины Одно место кота На самом деле я не об этом Я хочу начать этот влог с подарка, который я получила буквально вчера Это вообще что-то невероятное Короче, это был сюрприз для меня Мне написала моя подписчица, которая тоже зовут Лена И она говорит, хочу сделать тебе подарок, но не знаю, есть у тебя такой или нет Давай я тебе покажу, и ты скажешь, надо тебе такой или нет А я ей говорю, давай, ты просто мне пришлешь, пусть это будет для меня сюрприз Неважно, есть у меня или нет, там уже разберемся Естественно, была уверена, что она пришла мне какую-нибудь пряжу Или какие-нибудь крючки, или какие-нибудь спицы Получаю посылку на почте, а она плоская и худая И я такая думаю, интересно И прихожу домой, распаковываю И вообще глазам своим не верю Именно такого журнала я не видела Если бы я такой журнал встретила, я бы вообще без каких-либо промерутся Помедление и зазрение совести моментально бы его себе заказала Поэтому Лена просто в самое сердечко попала Мне безумно понравился журнал Я, естественно, хочу вам показать все, что тут есть По максимуму, что вы тоже захотели Значит, смотрите, здесь 380 вышивок Только кошки, кошки, кошки Так, давайте я вам покажу Значит, все вышивки пронумерованные Вот видите, 1, 2 и так далее Вот, давайте я вам так постараюсь Побыстрее показать Самая фишка, что они тут все, все разные В разных стилях То есть какие-то, смотрите, с полным заполнением Да, вышивка Гладью с полным заполнением А какие-то вышивки только контур А внутри пусто Вот, всякие, короче, прикольные котейки тут Вот эти, как с обложек Мордочки, которые вышивают японцы Над кармашками у рубашек Мне, естественно, теперь надо 500 рубашек новых И белых, и черных, и серых, и всяких И я уже представляю, как можно вышить котика Который выглядывает из кармашка А потом я вам покажу чуть дальше Тут просто все вообще Какие-то, можете себе представить Мордочки, они все здесь Мне очень понравилась вот эта Серия вышивок Она здесь такая интересная То есть это не гладь Хотя, может, это и гладь называется Но это какая-то, короче, техника прикольная Видите? Такие, как бы Как будто лицевые петли получаются Полное заполнение Очень интересно Вот эти здесь самые классные Я уже придумала себе миллион футболок Это тваси У меня даже такая фотка есть Я вам вставлю, если найду Он прямо точно так же мне позировал Вот это мася стопроцентная В общем Посмотрите, какая прелесть И вот у меня уже полностью новый гардероб в голове Со всякими вышивками И смотрите, здесь есть тематические к Хэллоуину Тематические к Рождеству Котики Вообще, это просто невероятная находка Вот эти котики, по-моему, тоже достаточно знаменитые Три Я часто их встречаю на Пинтерест Эти котики какие-то детские Да, детские сюжеты Можно на всяких Детских штучках вышивать На всяких слюнявчиках Да, на одежде тоже Вот это мне очень нравится Серия То есть здесь, видите, как бы несколько Которые можно совместить То есть придумать, как На одежде сделать Вот эти прикольно Можно сделать Например, на воротничке у рубашки Вот эти элементы Вот этих рыбок можно сделать Лапки, естественно, можно сделать На манжетах можно сделать На воротнике тоже можно сделать Вот эту вышивку можно вообще в центр поместить Например, в какой-нибудь футболке Самое прикольное Это вот это Я вообще такого не видела Короче, аллафавит Смотрите, в разных стилях И здесь у каждой бока есть свой котик Все прикольно И вот это тоже Интересный Там еще есть, смотрите Это еще самый классный Мне очень нравятся Вот эти всякие Минималистичные вышивки Например, вот этих котов Я вижу прямо на воротнике Мне кажется, будет супер На воротнике рубашки Понимаете, да? Или, например, у какого-нибудь изделия Можно уголки обработать Короче, идеи Просто вагон Или, смотрите, котика Можно вышить на какой-нибудь белой футболке Который уходит вдаль Просто потрясающе Вот это тоже Вообще У меня уже миллиард Вот это, короче, классная тема Для воротничков Или, например, можно так вышить вверх У карманчика на рубашке Понимаете, да? Или на манжетах сделать такую вышивку Ну, в общем, это просто огонь Ну и там дальше То есть, вот это было 380, да? 380 И дальше идет Показано, как что вышивать И, значит, смотрите На каждую вышивку Есть вот такой рисунок Черно-белый То есть, ты можешь Приложить свою Тканюшку Там какая-то там Рубашка, да? Вот так разложить Например, сюда приложить И Между рубашкой, например И вот этой штукой Положить копирку И перевести этот рисунок Ну, то есть, наоборот, да? Ну, на той стороне Вы понимаете, да? Если вы хотите этот рисунок Вы сюда кладете копирку Вы сюда кладете свою рубашку То место, где вы хотите вышивать И переводите через копирку этот рисунок Ну, или если вы нормально рисуете Все у вас хорошо с глазомером То вы можете, в принципе, перерисовать Без каких-либо там копирок Просто так на глаз Аккуратненько карандашиком перенести Ну, она, конечно, вообще, понимаете Она угадала на 100% Самое сердечко Подарок вообще пришел Просто супер, Лен, большое тебе спасибо Такого у меня еще не было Астрологи объявили неделю подарков Поэтому у меня опять подарок пришел И я, короче, не удержалась Его распаковала Вы посмотрите вообще, что мне прислали Вы узнали эту альпаку Это просто вообще супер Короче, кто не узнал Это альпака из книги Пикапау Я на эту книжку делала обзор У себя на канале Оставлю вам ссылку под видео Чтобы вы могли посмотреть, вспомнить И я там этой альпаке, короче, пела Оды Клялась, обожилась, что я обязательно себе такую свяжу Потому что мне очень-очень нравится Вообще с альпакой у меня особая любовь А в моей пирамиде любви альпаки после котиков Занимают второе место И вообще у меня даже есть такая мечта Что когда-нибудь я буду жить в своем доме И у меня там будет две альпаки Я надеюсь, что когда-нибудь моя мечта сбудется И даже сейчас я стою перед вами А у меня на футболке альпаки Значит, Кристина прислала мне вот такую красоту Говорит, ну раз ты не связала себе Я связала тебе Представляете, мне теперь даже вязать ей не надо Еще суд Значит, Кристина это человек С которым я в последнее время общалась более всего Честно признаюсь Потому что Кристина у меня заказывала консультацию Она планировала открытие магазина И насколько я знаю, все успешно И сейчас магазинчик у нее уже открыт И функционирует Я вам ссылку оставлю, чтобы посмотреть Значит, она мне вот в благодарности Ну, я думаю, я так пошла, такое что классное Вообще, я влюблена Ношусь с этой альпакой Короче, 10 тысяч фотографий уже сделала Вообще не на радость Не знаю, куда ее поставить На какое такое место Чтобы она все время на меня смотрела А я на нее Значит, помимо альпаки Потрясающе Они вообще классные Кристина мне, естественно, прислала вагон пряжи И давайте я вам сейчас ее покажу Самая смешная история сейчас будет про эти карточки И вы вообще упадете Потому что мы жоржали, как ненормальные Значит, мы же вместе распаковали эту посылку Значит, верещали там над ней над детальбанкой И он достает эти карточки Такой смотрит И говорит Ну, надо же, какой шрифт Я ему говорю В смысле шрифт? Ты понимаешь, что она это от руки нарисовала? Он такой В смысле от руки? Нет Это, говорит, напечатано Я говорю Нет Она так пишет Он был просто в шоке Он такой, говорит, в смысле Люди не могут так писать красиво Я говорю Представляешь Такие люди есть И это не мы Короче Мы ржали-ржали И потом мне Кристину пишут Буквально там Через несколько часов после этого Ой, говорит Лена, знаешь Она мне голосовое сообщение записала Говорит Мне так стремно было отправлять тебе эти карточки Я так ужасно там написала Вообще Мне так стыдно за свой почерк Я, конечно, потом обязательно все это исправлю Я обязательно буду печатать Я говорю В смысле? Ужасный почерк Ты вообще упала, что ли? Посмотрите на это Мы, короче, уже поражали над этим тоже Значит, короче, Кристина придумала такую фишку себе в магазин Что она будет всем Насколько я поняла Всем Кристина, если не так, поправь меня Но, насколько я поняла Она хочет всем Кто у нее заказ в магазине Делать такие карточки Это, на самом деле, супер идея Представьте себе Как это заморочное Тем более, если она будет писать это от руки У вас там уже в коробке Прыгает в коробку с разбега Но это идея, конечно, миллион Я думаю, пока на начальных этапах У нее не будет особо никаких проблем С изготовлением таких карточек Пока только-только магазин начинает А потом, я думаю, она что-нибудь придумает С масштабированием Значит, идея классная Можно все потрогать Посмотреть, какие цвета есть Смотрите, она мне до сделала Так, ну, до я знакома Я вязала шапку По-моему, вот У меня даже есть такая синяя Да А вот это голубая моя шапка Я, кстати, могу вам ее сейчас достать Вот, смотрите, вы простите Мне, кажется, за ее внешний вид Потому что она валяется в рюкзаке Чтобы вы понимали Я вообще не церемония С своими вещами, которые я ношу В рюкзак кинула, пошел Вот это 6531 Очень красивый цвет Он мне очень идет Потому что он подходит к моим розам волосам Значит, шапка Ribbit Head По мастер-классу связана У меня на канале есть бесплатное видео Пожалуйста, вяжите Сидит вообще супер Вот такая И еще у меня был фиолетовый Фиолетового тут у нее нет Ну ладно Значит, у нее, помимо Сан-Эсгар Есть еще Infinity Design Я такой Infinity Design еще не пробовала Вот она прислала Но выглядит перспективно Такая толстенькая 75 метров Так, тут все волоса кошачьих Они уже прямо это Составляют единое целое с пряжей Так, вот это мини-альпака Смотрите, какая прикольная И Кристина мне ее прислала Мы решили, что я свяжу из нее Двойную шапку для Джо Бледных цветов Все, как он любит Мы выяснили, что Джо Только такие цвета идут И посмотрим, короче, как она Как она будет в двойной шапке Интересно Потому что из 150 метров Она, конечно, потолще, чем и Альпина Роланд И потолще, чем Дропс Альпака Но интересно, интересно Цвета у Сан-Эсгар Естественно, все потрясающие А вот еще Infinity Merino Это Меринос стопроцентный Ну, Меринос, видите, он в Африке Меринос Все Мериносы Как по мне, так на одно лицо Ну и, конечно, Сису Моя большая любовь Так, я смотрю, какой-то розовый Тут у них прикольный И смотрите, какой розовый В сочетании с желтым Классный Интересно Так, вот этот зеленый Вот еще тут морская волна какая-то есть Интересная Слушайте, идеи вообще на миллион Значит, прислала мне она еще Сису Этот цвет классный Я вязала из него носки Я его вообще обожаю 20-15 Как сейчас помню Разбуди меня ночью Спроси, что за цвет Я вам скажу 20-15 Так, это белый Да, 10-0-11 Да Короче, уже год магазина Как нет, я из этого цена наизусть помню И вот этого у меня еще не было Такое, я не знаю, что это за цвет 75-62 Ну, на камере он, конечно, вообще неправильно передается Он более теплый, зеленый Нет, вообще камера его неправильно видит Короче, девчонки, не верьте, он не такой Я вообще не такой Он более теплый, более зеленый Интересно, почему так Тут еще солнце у меня, наверное, по этому Короче, у меня таких по три матка Три таких, три таких, три таких Я, естественно, думаю про свитер Даже если мне этого не хватит, я потом себе дозакажу Вот, и такая, значит, мини-альпачка Мне на двойную шапку Ну, не мне, а Джой, естественно Потому что я, знаете, что сделала Я испортила его двойную шапку, которую он так любил Мне так было стыдно, капец Что я ему даже еще заказала дробь-альпаку Чтобы связать ему две Вместо одной У нас сейчас в квартире ремонт И у нас запакованы все шкафы И надо было достать шапку И я на ощупь, короче, доставала Я ее нащупала, я ее потянула И я не увидела, что она у меня зацепилась За какую-то железку, короче, внутри шкафа Я ее всю вообще порвала Я порвала ее так сильно в нескольких местах Что там вообще никаких вариантов ее зашить И как-то там заштопать Или петли поднять Нет вообще никаких шансов Поэтому я вот, значит, свяжу ему Вот из этой новой мини-альпаки шапку И еще, естественно, ему заказала дробь-альпаку Именно тех цветов, у которых у него была шапка Чтобы как-то компенсировать его боль Так как Васек нехило меня покусал И вывел мне полностью из строя средний палец Как оказалось, средний палец активно участвует в вязании Поэтому я не могла вязать всю неделю Зато есть свои плюсы В этом надо сказать спасибо Ваську Что он наконец-то пнул меня к моей вышивке Значит, вышивка лежала у меня Я ее никак не могла начать Пришила канву, вам в одном из логов показывала И все, и лежит И вязать было проблематично А вот вышивать более-менее окей Поэтому я потратила эти дни на вышивку Значит, в общем-то, конечно, не ахти результаты Так что прям умереть огромный Но все-таки Все-таки что-то, какие-то подвижки есть Давайте я Вам напомню, как выглядит вышивка Просто потрясающе У меня здесь футболка-платье огромное Черного цвета И вот посерединке Под горловинкой у меня вот такая будет вышивка Что я Вам хочу сказать про эту вышивку Самое главное, что она очень интересная Ее очень интересно вышивать Я ее для себя, по крайней мере, сравниваю По интересности с китом Вот прям, вот мне тоже интересно Так же было, как вышивать кита Мне очень нравятся здесь цвета Вообще просто потрясающе Смотрите, какие красивые Есть, конечно, очень близкие Вот в этом месте Зеленые тоже близкие Иногда выпадают глаза Особенно если вечереют Ну, в общем и целом Мне очень нравится Я могу вам, в принципе, рекомендовать Но не могу не сказать О том, что меня ужасно бесит схема Здесь она огромная Она почему-то разбита на две части Ну ладно Эти две части еще Занимают огромную площадь листа Очень неудобно вышивать Непонятно, как ее свернуть И ты, короче, как дурак Кстати, огромные схемы и носишься Не можешь ее разместить Ни на колени, короче Ни перед собой То есть она занимает вообще весь стол И на стол даже не помещает Она постоянно у меня падает Короче, вот в этом плане Не очень удобно Но, короче, красота вышивки Перебивает этот небольшой мир Хочу показать вам наши покупки с Джо В тему макрамы Значит, я, как вы уже поняли Из прошлого влога загорелась Желанием что-нибудь себе сплести Первое, что я хотела бы себе сплести Это, конечно же, кашпо Потому что у нас есть цветочек Который уже, ну, который предполагается Что надо подвешивать Именно на кашпо Потому что он растет так, короче Растет вниз И ему уже, ну, настолько мало места Он уже у нас разрос себя в все стороны Что, ну, прям он кричит нам Пожалуйста, повесьте меня уже Вы что, с ума сошли? И Джо мне все сплети, сплети И вот у меня уже книга есть Все осталось, только добыть шнур Я, значит, полезла в интернете Смотреть, где я могу заказать шнур Для плетения макрамы Хлопковая Офигела от цен Очень что-то дорого Если вы знаете какие-то бюджетные варианты Вы, пожалуйста, скиньте мне в комментах Я буду вам очень благодарна Потому что я нашла только какие-то дорогущие И мы с Джо в очередной раз, значит, пошли В строительный магазин Мы там вообще частые гости У нас потому что ремонт Вдруг нас одновременно осенила одна мысль А почему бы нам не купить веревку в строительном магазине Знаете, короче И мы пошли Там есть у них целый отдел С абсолютно разными веревками Есть хлопковые Есть джутовые Есть там еще какие-то И абсолютно разный диаметр И, значит, два варианта Вот это мой Мои беливые веревки Значит, вот это одна такая пазма Стоила 42 рубля Я поняла, что это прекрасный вариант Знаете, смотрите Это абсолютно обычная Белевая веревка 16 метров у нее длина А диаметр 4 миллиметра Вот, я взяла две такие себе пазмочки Не знаю, хватит, не хватит Даже если не хватит, ничего страшного Мы каждый день, говорю, доходим Я докуплю еще А вот это купил себе Джо Потому что он признался мне Что он хочет тоже плести макрамму Оказалось, что в детстве Он плеел макрамме И сказал, что если ты мне покажешь Основные узлы Я все вспомню Я сам сплетаю это кашпо И он для себя выбрал вот такой вариант Слушайте, ну тут ничего не подписано Но единственное, что я помню Что эта штука стоила 340 рублей Подороже Но тут как бы и метров дофига И она, видите, не хлопковая А джутовая веревка Вот, значит Ему купили такую Мне вот такую Будем с ним пробовать Не знаю, когда у нас руки дойдут Может быть, на выходных А, на выходных мы с ним уедем Ну, ладно Короче, непонятно, когда руки дойдут Но вот я вам хотела сказать Что есть вот такой вариант Супер бюджетный Если вы тоже, как и я Не очень хотите тратить По 1000 рублей За небольшую бобинку хлопкового шнура То вот вариант Есть еще вот такой Мне кажется, это прикольно выглядит Так, знаете, очень Очень по-модненькому Посмотрите, как на камере красиво выглядит А на фотографиях Так как красиво будет У меня есть в загашнике Очень крутой вопрос От Натальи Она его задала очень давно Еще 1 сентября И я все откладывала этот вопрос Потому что у меня были вопросы попроще А это такой очень сложный, глубокий вопрос Мне кажется, я очень долго буду на него отвечать Ну и я, честно говоря Тогда, в начале сентября Еще не могла четко на него ответить Сейчас я могу на 100% на него ответить На этот вопрос Не четко, скорее всего Очень размыто Но я постараюсь Значит, давайте я ему его зачитаю Когда вы начинали делать описания В мастер-классе Не было ли у вас ощущения Что вы делаете фигню? Как попороть в себя страх И делать что-то свое Как перестать думать Что это уже было где-то Или что описания в журналах красивые А у тебя оно такое Когда пытаешься связать что-то из головы Постоянно думаешь Что получается фигня А у всех описания свитеров Дочки маминой подруги Я думаю, что для многих тем Это будет интересно Значит, Наталья Офигенный вопрос Даже не знаю, с чего начать Давайте я начну с того Что, конечно Если сравнивать работу По изготовлению мастер-классов С какой-нибудь работой Врача Биолога Космонавта Физикоядерщика Летчика-испытателя Конечно Эта работа полная фигня Ну, серьезно Ты не делаешь Каких-то важных открытий Ты не двигаешь Развитие человечества вперед Ты не занимаешься какой-то масштабной деятельностью Ты просто делаешь продукт Для очень узкой аудитории Прям вот для своих Для своих И вряд ли ты когда-нибудь станешь миллионером И все такое Ты просто должен это прекрасно понимать Тут надо смириться с тем Что ты не личность вот такого масштаба Которая будет менять там судьбы человечества Изобретать новые лекарства Строить новые ракеты Просто нужно с этим смириться И вот когда ты смирился с тем Что делать твое В принципе Маленькое Скромненькое Ты уже в этом Пытаешься Добиться Какого-то успеха Конечно У меня были Огромные раньше проблемы И они опять связаны С темой психического здоровья моего О этих проблемах я вам рассказывала Частично в прошлом видео Где я вам рассказывала про йогу И на самом деле все эти проблемы Отразились у меня естественно И в рабочих моментах То есть я была супер сомневающимся в себе человеком Именно поэтому я никогда до этого Не продавала свои мастер-классы и описания Боже упаси Я считала, что они полное говнище Что вообще Как мне может быть Не стыдно брать За такую хрень деньги Да я вообще не достойна Этого всего такого Я врала себе И я объясняла это себе тем Что вот Я просто такой человек Я просто альтруист Я должна всем помогать Я там вот Буду двигать развитие Обязания И все такое Я хочу вот это И при этом у меня не было денег Например на еду Или денег заправить в свою машину Я считала, что Че это все фигня Я там должна все бесплатно раздавать Сейчас я прекрасно понимаю Источник всех этих своих установок Почему я так думала Почему я так говорила Почему я так страдала Почему я предпочитала отдать Все, что у меня есть бесплатно А сама ходить пешком Потому что у меня нет денег на бензин Сейчас, слава богу Опять же Спасибо Евгении Стрелецкой Я избавилась от всех этих проблем От всех этих комплексов И этих установок И я теперь прекрасно понимаю Какая я офигенная баба И как классно я делаю мастер-классы И что это моя самая сильная сторона И что я делаю супер потрясающие продукты Я делаю потрясающие тексты Крутые фотографии Я снимаю отличные видео И я достойна того Чтобы мне за это платили Поэтому первое, что вам нужно сделать Чтобы прекратить обо всем этом думать Это решить свои психические проблемы Как бы не банально это звучало Но да Пока вы не избавитесь от всего этого груза Который вы тянете из своего детства Вы будете, скорее всего, топтаться на одном месте И у вас не будет никакого прогресса и развития в работе Да, и в какой-то деятельности Которую вы ведете Либо вы будете развиваться Но очень медленно Очень маленькими шажками И, конечно, ваши конкуренты Будут просто на 10 голов впереди Самое классное, что Наталья сказала В этом сообщении Написала это про то, что у всех вещи Дочки маминой подруги Да, знаете этот мем? Но в основном там про сына маминой подруги Ну ладно Можно обобщить Дети маминой подруги Значит, почему этот мем настолько популярен? Потому что мне кажется, что у 90% детей в детстве Были такие родители, которые постоянно сравнивали их с другими С детьми маминой подруги, да Или там папиного друга Когда вот у меня было такое постоянно Меня постоянно со всеми сравнивали Говорили, вот Маша, какая классная Ты полное говно Посмотри у Веры, какие пятерки у тебя, четверки Посмотри, какая красивая света А ты выглядишь как не знаю кто И куча-куча таких высказываний Которые постоянно-постоянно происходили И даже если сейчас ваши родители не сравнивают вас ни с кем Но у вас на подкорке уже все это отложилось И вместо ваших родителей с другими Вас сравниваете вы сами Поэтому, когда мы листаем инстаграм И видим потрясающие дизайны вязаных вещей Мы такие, блин, как круто Почему я так не могу? Какая она талантливая Как у нее все легко получается Вот ей повезло Наверное, у нее муж нахера зарабатывает Ей не надо думать о том, где бы ей заработать денег на бензин Блин, ей, наверное, так повезло с родителями Они наверняка ее поддерживают И все у нее хорошо И так далее И я уверена, что есть люди, которые думают так про меня Но, блин, у меня нет никаких родителей, которые бы меня любили и поддерживали У меня нет никаких адекватных родственников, которые бы меня уважали Мне не прилетают ниоткуда деньги Никто за меня не платит И я тоже постоянно себя сравнивала с другими Сравнивала И была уверена, что я совершенно неталантлива Но все супер относительно Я точно знаю, что есть люди, которые восхищаются мной Моими дизайнами подушек, например И пишут мне в директ какие-то потрясающие отзывы Как им нравится Как они вообще не понимают, какие это придумало Как мне вообще пришло в голову связать именно такие подушки Что они очень крутые, очень стильные, очень красивые Они просто восхищаются моим талантом Мне пишут прямо так Раньше, когда мне присылали подобные вещи Я была уверена, что люди просто шутят Что они просто не видели работы других Что они какие-то странные Может, они вообще меня троллят Но я, короче, совершенно скептически к этому относилась Теперь, когда мне присылают такие вещи Я понимаю, что я не могу им не доверять Я не могу не верить этим людям Потому что они пишут абсолютно искренне То есть есть люди, для которых я являюсь эталоном И они мной восхищаются И в какой-то степени я для них дочка маминой подруги А для меня есть люди На которых я смотрю снизу вверх И думаю, блин, вот это круто Вот это вообще Вот это я понимаю уровень И они для меня дети маминой подруги А для этих детей маминой подруги Есть 100% еще какие-то люди Которыми они восхищаются И так далее до бесконечности Нет никаких границ Поэтому, пожалуйста, расслабьтесь Выпускайте свои мастер-классы Люди сами решат Нравятся эти мастер-классы им или нет Не решайте за них Не навязывайте свое мнение Не транслируйте свое мнение на других Не думайте, что все вокруг в мире думаете, как вы Это как с внешностью Вот, я думаю, у меня большой нос Читаю комментарии под видео, мне пишут Че, большой нос, я его даже не заметила В смысле большой нос? Если бы вы не сказали, я бы даже про это не думала Потому что я навязываю другим свое мнение Думаю, что так все думают Или там, мне кажется, у меня узкие глаза В смысле узкие глаза? Никакие у тебя не узкие глаза, с чего ты это взяла? То же самое здесь Я думаю, что мои мастер-классы полное говно И вещи вообще некрасивые В смысле некрасивые? У тебя самый понятный, офигенный мастер-класс Очень красивые подушки Крутейшие там шапки В смысле? Ты че, с ума сошла? Офигенно все Вообще-то, если разобраться, это очень тупая позиция Будь уверенным в том, что ты разбираешься в людях И точно знаешь, что они подумают Вообще полный бред Ну и пару слов про свое дело Знаете, есть разные люди Есть те люди, которым очень комфортно работать в офисе На стабильной работе Когда имеется какой-то начальник, директор То есть действительно есть такие люди Когда они не хотят брать ответственность на себя Когда им удобно просто четко выполнять какие-то инструкции свои Какие-то должностные И четко знать Я если сделаю вот это и вот это Будет такой-то результат Все будет окей У меня будет зарплата два раза в месяц Все отлично Есть люди, которым это совершенно не подходит И вот я отношусь к таким людям А у меня, наверное, гиперответственность Я хочу все контролировать Мне сейчас очень тяжело дается, например, тема с боксами То есть боксы, наборы для вязания, да То есть они продаются от моего имени Но они продаются не мной лично Я не покупаю эту пряжу Я ее не упаковываю, ей не отправляю эти боксы Мне, короче, очень тяжело это дается Потому что я не контролирую весь процесс То есть прям вообще При этом я знаю Юлю, которая занимается этим Она владеет нашим магазином Она точно все делает супер Но у меня постоянно какая-то тревога внутри И что я не контролирую этот процесс Поэтому для меня проще всего Работать в одиночестве Или с теми людьми, которые мне на 100% доверяют И которые находятся рядом со мной Что-то мне, что я не сказала Слышь, ты что? Значит, но я чувствую себя максимально комфортно Только тогда, когда все в моих руках Я все контролирую Поэтому, когда я работала в офисе Мне было супер вообще-то тяжело У меня еще была такая работа Которую нельзя было пощупать То есть ты просто, короче, генерируешь Потенциальных клиентов в огромную таблицу И непонятно, потом ее отдаешь И непонятно, что там было И вы знаете, если бы мне сказали Знаешь, вот ты нашла тысячу клиентов Мы всех обзвонили Десять человек нам ответили С двумя мы встретились И одному клиенту мы продали наш продукт И мы заключили контракт на 6 тысяч долларов Я бы сказала, круто, все, я не зря работала Я понимаю, что я была полезна Я бы тогда, мне кажется, была суперспокойна Но, естественно, никто передо мной не отчитывался Никто мне ничего не говорил Вообще никто не считался со мной Просто какая-то там секретарша на побегушках Я чувствовала себя суперстремно Я не понимала, я не могла пощупать и оценить Насколько я была эффективна Да, но при этом я получала большую зарплату Ну, блин, это вообще-вообще-вообще не самое важное Сейчас я получаю денег меньше, почти в два раза Но я все контролирую Я могу посмотреть свои мастер-классы Я всех могу пощупать У меня есть текст У меня есть фотографии У меня есть видео У меня есть готовые подушки Понимаете? Я знаю, что у вас будут такие же И там вяжут И мне скидывают фотографии Мне пишут отзывы Я это чувствую, короче Я вижу количество проданных мастер-классов Я понимаю Или там количество проданных боксов И я понимаю, что вот он и результат моей работы Я его могу пощупать Я его могу увидеть Я могу его осознать Это супер важно для меня Знаете, еще раньше я отписывалась От всех мастеров в Инстаграме И ни на кого не смотрела, чтобы не расстраиваться Вообще И тогда мне это, конечно, немножечко помогало Сейчас я обратно стала на всех подписываться Я постоянно смотрю работы на Ravelry И у меня ушло чувство зависти вообще То есть у меня только восхищение Этими людьми И я понимаю И хочу, чтобы вы понимали Что за каждой крутой работой дизайнера На самом деле стоит огромный труд Не просто там какой-то эфемерный талант Наверняка это там тысячи часов вязания Десятки распусканий Десятки подгонов по фигуре Очень много вариантов проектов И это, кстати, очень круто Отслеживается на Ravelry Когда ты заходишь на страничку Какого-то крутого дизайнера Который, например, сейчас публикуется В лучших журналах Ты смотришь его работы Отлистываешь вниз И видишь, с чего он начинал И понимаешь, что Ты видишь его развитие Что начинал он со всякой фигни Совершенно некрасивый И никто не вязал по его проектам раньше И сейчас он супер крутой дизайнер По его проектам вяжут сотни А иногда и тысячи людей И он публикуется в лучших журналах по вязанию И я понимаю, что нет ничего невозможного Просто я недостаточно трудилась еще Просто я еще заработала недостаточно опыта Я связала слишком мало вещей Я слишком мало распускала Я слишком мало экспериментировала Вот, и у меня вся жизнь впереди Чтобы догнать этих крутых дизайнеров И когда-нибудь я тоже буду в топе раулере И по моим проектам будут вязать тысячу людей И у меня будет выпущено пять книг, например Вот, и я буду пить чай У себя на веранде И подписывать книги И отправлять их вам Такой у меня план Надеюсь, он сбудется Так, резюмируем Первое, что мы должны сделать Избавиться от своих психических проблем Второе Избавиться от всех токсичных людей От всех тех, кто вас не верит Говорит, ой, да что ты занимаешься такой-то херни? Ой, пожалуйста, найди себе нормальную работу Третье Очень много трудимся И набираемся опыта Четвертое, естественно Наслаждаемся своим успехом Кстати, я сейчас нахожусь Вот на этой стадии Такой вот у меня будет ответ Очень, конечно, длинный Ну ладно Это для меня вообще в порядке вещей Я бы очень хотела, чтобы вы написали О каком-то своем опыте Успешном или неуспешном, неважно Или просто поделились Каким-то своим мнением по поводу Вот этой темы И это будет интересно прочитать Думаю, не только Наталья, которая этот вопрос задала Она и мне, и вообще многим-многим девчонкам Потому что такая острая тема Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok